Будущая рынка труда В будущем хочется поговорить, каким видит его ваше ведомство. Вы знаете, мы действительно должны задумываться сегодня о том, как у нас все будет строиться, потому что рынок развивается, экономика развивается, компании развиваются. И сегодня мы должны смотреть в увязке с образованием. Что мы сегодня видим? Что у нас есть система образования, которая работает и работает постепенно, шаг за шагом, готовя специалистов. Вот сегодня возникает ситуация, когда бизнесу время от времени нужен новый эксперт, новый человек, новая профессия возникает. Она возникает вроде бы как-то сама собой в ходе реализации крупных и сложных проектов. Поэтому сегодня говорили очень долго о том, а как сделать эту систему образования более гибкой, более активной, как сегодня быстро готовить соответствующего специалиста. Говорили о компетенциях. И мне кажется, очень правильно, что, как мы видим сегодня специалисты и вообще рынок труда. Рынок труда – это компетентность, это легальность и это креативность. Поэтому вот эти три, наверное, основные составляющие должны быть. Ну, как это будет? Вот мне кажется, что ключ лежит именно в том, чтобы мы создавали среду, среду для гражданина, для работника, для человека. И в этой среде будет рождаться новая профессия. Кадры, да, которые решают все. Вы сказали, что да, их нужно воспитывать, их нужно обучать. Не считаете ли вы, что наша система образования, она немножко уже устарела, и что здесь вот прям нужно кардинально что-то менять на государственном уровне? Вы знаете, мое мнение всегда, наверное, говорит о том, что я не сторонник каких-то серьезных перемен, потому что мы любим что-то ломать, говоря, что вот мы сейчас вот все сломаем, и потом уж точно построим что-то хорошее. Мне кажется, мы должны постепенно и целенаправленно работать над качеством и программ в первую очередь, а программы – это вызов рынку, это вызов сегодня качества в первую очередь. Подготовка преподавателей, подготовка специалистов. Я бы от этой схемы не отступал и посвятил, какая форма – это уже другой вопрос. А вот разработка самих программ, быстрая, качественная разработка, подготовка преподавателей и подготовка сегодня всех уровней – это и школьника, и студента специального учебного заведения, и, наверное, естественно, высшего. Поэтому вот все-таки, мне кажется, что все, как говорится, дьявол в деталях. Уча же какие-то программы существуют уже? Конечно, они существуют, они, в принципе, ну, как бы где-то догоняют, где-то перегоняют, но мы должны сегодня проанализировать и посмотреть, именно проанализировать вызов рынка, который нам сегодня говорит о том, что нам, наверное, надо где-то ускориться. Хотя ускорение – плохое такое слово. Главное недовольство сейчас работодателям молодыми кадрами в чем? Я думаю, вопрос именно в качестве отсутствия центра компетенции, создания. Вот создание центра компетенции, мне кажется, важная вещь такая, которая бы могла ответить. Во-первых, подтвердить качество тех или иных специалистов, а во-вторых, дать толчок к созданию вот этой системы, модернизации всей этой системы. Вы знаете, вот я вел программу, и мы как раз столкнули, да, преподавателей и работодатели. И вот, с одной стороны, работодатели говорят, что молодым кадрам сейчас не хватает практики, а с другой стороны, преподаватели говорят, что предприятия не особо хотят предоставлять практику студентам. Вот здесь как-то ищется это? Ну, вы знаете, вот мы сейчас на портале «Работа в России» есть такой портал, он называется «Труд всем», там более миллиона вакансий, там все бесплатно, и работодатель может обратиться, бесплатно развестить свой заказ, и бесплатно резюме работник размещает. Вот называется «Труд всем», это государственный портал, поэтому он, в общем-то, бесплатен. Он говорит о том, что работодатели в последнее время, вот сейчас у нас где-то порядка 30 тысяч предложений по стажировкам. То есть работодатели хотят, они ждут студента, они ждут особенно 4-курсника, 3-курсника, для того, чтобы он прошел практику, может быть, остался у них. Другое дело, что за деньги, не за деньги, но, тем не менее, работодатель очень заинтересован в том, чтобы взять волонтера, ну так, и посмотреть, а что, так скажем, может принести этот человек. Поэтому я бы не согласился с этим. А вот то, что необходимо создавать новые программы, и что работодатели должны сориентировать сегодня, а что им нужно, сделать практически заказ на рынке и создать образ преподавателя. То есть преподаватель должен меняться, как и студент, как и все общество. Поэтому я все-таки возвращаюсь к тезису, что среда, создание новой среды – это очень важно. Какие отрасли у нас сейчас больше всего нуждаются в первоклассных специалистов? Вы знаете, вот все время спрашивают, а давайте дайте нам список специалистов будущего, а дайте нам, так скажем, еще и количество этих людей, а мы сделаем госзаказ, а мы будем готовить. Будущее, наверное, предсказать невозможно. Здесь можно ориентироваться либо по списку дефицитных специальностей, можно ориентироваться по тем потребностям, которые сегодня испытывают работодатели. И я не думаю, что это будет сегодня IT. Вы понимаете, IT – это один из видов. Вот мы как-то зацепились за это, а мне все-таки кажется, что есть другие. Ну, смотрите, развиваются, так сказать, медицинские отрасли, ОПК развивается в какой-то части. Да, говорят о том, что скоро IT-шник будет делать хирургическую операцию с помощью оборудования. Но это, наверное, будет скорее повышение квалификации какой-то, если так уж говорить. Поэтому я бы все-таки не сужал, не сужал проблему. А, кстати, как вы относитесь к госзаказу на кадры? Ну, вы знаете, это достаточно такая сложная вещь. Я считаю, что подготовка в том числе и чиновников – это важный вопрос. Другое дело, что, конечно, необходимо, так сказать, смотреть, как сегодня работает законодательство о госслужбе, какие есть основные вопросы, где надо, как говорится, подкрутить. Но, а почему не может быть там… Вот мы говорим, что у нас преемственность в разных профессиях. Должна быть преемственность на государственной службе. Ничего плохого, если там вся семья работает на государственной службе. Почему нет? Мне кажется, государственную службу надо делать привлекательным, в том числе и привлекательным на рынке. А почему мы должны бояться этого слова? Еще в последнее время часто ведутся разговоры об обязательном распределении, как это было в советское время. В частности, допустим, выпускников медицинских вузов, потому что очень не хватает кадров бюджетных, медицинских… Мне кажется, здесь каждая отрасль должна для себя решать. Поэтому лучше, конечно, со специалистами в отраслях говорить. Мне кажется, что где-то, да, может быть, и посмотреть эти вопросы. То есть вы не исключаете, что… Я не исключаю. Такое возможно. Хотел вам привести еще одну статистику. Через 10 лет средний возраст трудоспособных жителей планеты составит 41 год. Причем, если в прошлом году на каждого пенсионера старше 65 лет приходилось 3 работника, то к 2030 году их будет только двое. Вот если рассуждать в контексте будущего рынка труда, что у вас получается пожилых работников нужно будет скоро, не знаю, заменить роботы, что ли? Ну, мне кажется, здесь надо заниматься средой. Вот я ответил на это. То есть надо заниматься здоровьем, надо заниматься, так скажем, образованием. Потому что человек становится пенсионером тогда, когда он перестает обучаться. Мы имеем примеры, когда люди и до 80 лет очень активно работают, там участвуют во всех сферах. А есть люди, которые и в 40 перестают, и в 30 перестают работать. Поэтому, мне кажется, жизнь идет вперед. Жизнь активна, активность человека будет продлеваться. Поэтому залог всего – это хорошее образование. Вот хорошее качественное образование – это залог того, что мы не будем терять в связи с тем, что у нас, может быть, где-то и будет небольшая технологическая яма, связанная с уменьшением молодых специалистов на рынке. А как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? Ну, скорее всего, это не ко мне вопрос. Я просто не по моему профилю. Если говорить вообще о стратегии развития, то есть как вы видите идеальное развитие рынка труда на ближайшее время? То есть что должно предприниматься? Я считаю, что рынок должен соответствовать, и в первую очередь это вопрос легальности, вопрос, связанный с цифровизацией трудовых отношений. Вот могу вам сказать, что мы, как контрольно-надзорный орган, сейчас будем проводить проверки по проверочным листам. Они открыты, и, соответственно, работник и работодатель, инспектор, они будут работать в рамках одной и той же технологии. Вот цифровизация их, она дает возможность, например, работодателю не возить проверяющим органам тонны бумаг, а в каких-то сферах контрольно-надзор станет просто аудитом. Потому что вы понимаете, что охрана труда, да, это как бы такой штучный товар, это вопрос безопасности. Кадровое дело производства вполне может оценить компьютер. Вот сегодня у нас есть портал онлайн-инспекция, и те работодатели, которые в электронном виде прошли самопроверку, мы учитываем их при информировании плана проверок. Потому что если они прошли у нас самопроверку, то, соответственно, вот система электронная, которая у нас считает и выдает план проверок на следующий год, она учитывает это в зоне риска. То есть риск снижается значительно, если работодатель, так сказать, поучаствовал и прошел самопроверку. Это аудит, и это уже совсем другая технология. То есть вы, независимо от инспектора, от работодателя и работника, на компьютере получаете заключение о том, что у вас происходит в кадровом делопроизводстве. Поэтому, мне кажется, вот эти тенденции надо развивать. Последний вопрос, так подводя итог, все-таки те изменения, которые происходят сейчас на рынке труда, как вы считаете, они несут позитивную динамику? Ну, исходя из тех цифр, которые есть и которые мы видим, я считаю, что да. И это хорошо. Спасибо огромное, Всеволод Львович, что ответили на наши вопросы. В нашей открытой студии был руководитель Федеральной службы по труду и занятости, Всеволод Вуколов. Мы продолжаем работу на Российском инвестиционном форуме. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин